В одном из своих выступлений президент Азербайджанской республики отмечал, что слово мультикультурализм достаточно новое в нашей лексике, но традиции, которые стоят за этим словом, они имеют многовековую историю. И Азербайджан, он находится на перекрестке цивилизаций, культур, религий, и безусловно это отражается на его многовековой культуре толерантности и мультикультурализма. В нашей стране веками люди различных национальностей, культур и религий проживали и проживают в условиях мира, согласия и дружбы. И сегодня эта традиция, она является и поддерживается государственной политикой. Поэтому Азербайджан сегодня превратился уже в международно признанную площадку, где проводится большое количество международных мероприятий, направленных на укрепление межрелигиозного, межнационального, межкультурного диалога. Вы отметили прошедший недавно у нас в столице второй саммит лидеров мировых религий. Мы абсолютно правильно подчеркнули, что в сегодняшнем современном мире, где, к сожалению, растет общее напряжение, где мы становимся свидетелем того, что растут такие опасные тенденции, как расизм, ксенофобия, исламофобия, антисемитизм, использование религии в разжигании межнациональной и межрелигиозной конфронтации. Все эти вопросы сегодня имеют общечеловеческую значимость. И то, что в Азербайджане они поднимаются, поднимаются на самом высшем государственном уровне, я думаю, что это не случайно, потому что, как я сказала, в Азербайджане есть давние традиции. И вместе с тем это очень важно, чтобы эти месседжи, которые звучат на таких международных мероприятиях, были доведены до всей мировой общественности. На саммите, на втором саммите лидеров мировых религий участвовал патриарх московский в Сеаруси, выступил, и все его месседжи, обращения, я считаю, что они сегодня очень актуальны, может, актуальны, как никогда, потому что, к сожалению, в мире есть тенденция к росту вот этих опасных явлений. И я уверена, что только общими усилиями, усилиями как на уровне глав государств, так и среди просто гражданского общества можно остановить эти угрозы.